Приветствую вас. Скажу сразу, я не читал ответы других коллег, кроме, пожалуй, только ответа Эксперта Лидии. Я немножечко прочитал, там Эксперт Лидия сказала, что у вашей жены есть определенные проблемы с психикой, я не буду вдаваться в это, не буду вдаваться в эти, только в эти подробности, потому что не совсем это моя сфера. Я вам хотел бы ответить немножечко с другой позиции, если можно. Я хотел бы вам ответить вот с той точки зрения, что вы говорили в своем письме о том, что ваша жена, она, во-первых, очень гордая, и, во-вторых, вы все время были инициатором примирения. То есть вы, по сути, были постоянно первым, кто шел на попятную в конфликте. Да, то есть вы не отстаивали свою точку зрения в привычном понимании этого слова, в классическом понимании этого слова, а вы работали, значит, работали и работаете постоянно, делаете для своей жены все, что можете, все, что в ваших силах, и вообще идеальный мужчина вы, да, то есть не пьете, не курите, обеспечиваете семью, не меня. То есть вы такой вот идеальный мужчина для нее, который по ее мнению, вот как это видится мне, во-первых, слишком подозрительный, то есть для нее вы выглядите слишком подозрительным. В чем, опять же, в чем? В том, что вы такой правильный, а она не совсем правильная. То есть у нее есть определенные негативные элементы опыта, которые пришли к ней, например, от первого брака. То есть вот она же почему-то развелась своим мужем первым. И теперь, по сути, она разводится с вам, ну, как бы, уже развалилась семью, да, вашу, вы уже не хотите к ней возвращаться. Это сценарное поведение. Сценарная модель поведения. И связана эта сценарная модель поведения, на мой взгляд, с тем, что отчасти она выбирает в себе таких мужчин, которые делают для нее все. что она выбирает в себе таких мужчин, которые, как вы, стараются для нее, делают все и так далее. Либо, либо она специально выбрала вас, такого правильного, чтобы он не давал ей повода усомниться в себе. Потому что она, значит, она определенно в себе не уверена. Я надеюсь, что вы вот с этим не будете спорить, потому что ревность – это эгоизм, ну, это проявление эгоизма. И ревность – это следствие неуверенности в себе, к сожалению. Так вот. Если человек не уверен в себе, то это его проблема. Это не ваша проблема. И, да, она права в том, что вам говорит, значит, эм, что у нее ощущения. То есть, по ее ощущениям, вы должны ей изменить. Обязательно. Да? Притом, что вы не даете ей никакого повода для этого. Притом, что вы абсолютно, совершенно и полностью никак не даете ей усомниться в том, что вы хотите быть с ней, и что у вас нет никакой интрижки. Да? То есть, вот ситуация именно такая, ситуация именно такова, что она сама как бы это накручивает. Сама накручивает. Вникает вот вопрос. На мой взгляд, вполне логический вопрос. Если, если она такая неуверенная в себе, да, то ваше ли это ответственность? Ваше ли это вина? И можете ли вы что-то сделать с этим? И ответ на ваш вопрос, конечно же, нет. Может быть, у вашей жены определенные проблемы. В плане расстройства ревности, например. Ну, есть вот такое заболевание, как бред ревности. Да? Допустим. есть и другие аспекты, например, просто неуверенность в себе и так далее. Понимаете? Все это, все это в принципе решается. Все это решается через определенную работу над собой в первую очередь. То есть, ваша ваша роль в этом совершенно определенна ваша роль. И роль эта в том, что вы будете ей сказать, дорогая, я тебя люблю, люблю, и я хочу с тобой быть, например, но я буду с тобой только в том случае, если ты проработаешь с психологом. Если ты с психологом проработаешь свои определенные проблемы, да, которые у тебя есть. То есть, этими словами, я к тебе вернусь, я к тебе вернусь. Только в том случае, если ты вот как-то проработаешь свои проблемы, которые у тебя есть. Потому что они довольно серьезные. Пока же смысла возвращаться к вашей жизни нет. Дело в том, что она не воспринимает вас и не слышит. Она руководствуется только своими желаниями. Она руководствуется только своими потребностями. Она слышит только себя. И как эгоистично может быть ревность, да, как эгоистично может быть ревность, так и эгоистично ваша жена сейчас, когда просит вас вернуться. Смотрите, вы пишите, перед новым годом жена устроена скандал на ровном месте. Здесь конечно сразу можно сказать, что у вас могут быть какие-то проблемы. Ну, другие, я имею ввиду. То есть вот какая-то ее может быть неудовлетворенность, да, какие-то может быть ее невыраженные желания, не имеющие выхода желания, тогда такое бывает. То есть непонятно, случилось ли это впервые или нет, правда, потом вы дополняете, что приступы ревности были и раньше, но не отвечаете при этом как бы на вопрос, а помимо ревности у вас еще какие-то проблемы были, помимо ревности или нет. Это очень важный момент. Далее, значит, дескать, почему коврик перед передним пассажистским креслом мокрый, подоплеку, что мол, я какую-то женщину подвозил. Ну подвозили женщину и что, а даже если подвозили что в этом плохого. Понимаете? То есть при отсутствии вашей семье каких-либо проблем до этого можно говорить о том, что у нее необоснованная ремес. Копре является либо формой заболевания психическому, либо следствием очень серьезных проблем. Ну вот как вам сказала моя коллега Лидия опять же. Далее, значит, кого возглас спросила? А раньше она была такой подозрительной ваш жена или нет? Ответил, что коллегу по работе ответ не устроил. Все выливают грандиозные скандалы. А о чем скандалили? Что вам ваша жена говорила? Говорила ли она вам, например, что вы ее не любите? Говорила ли она вам, например, что ты еще что-нибудь по поводу? это очень важно. Очень важно. Пытался помириться понятушим дело, в ответ молчания. Зачем пытались помириться? Понимаете, вот поведение вашей жены, поведение вашей жены, оно очень хорошо, на мой взгляд, напоминает поведение человека, который пытается занять такую вот лидирующую, определяющую позицию в отношениях при условии, что партнер позволяет. То есть, когда вы говорите, что вы пытались помириться, но вы же не виноваты. Ни в чем. Зачем пытались? Ради чего пытались? Что маме двигал? Желание сохранить семью, окей, а для чего? Сохранять семью для чего? Делают не в семье. Если желание сохранить семью ради семьи, только получается некоторая ее видимость в семье. И вот вы помирились через 10 дней, но периодически она по пустякам устраивала он в сцене все равно в сцене ревности. То есть других проблем у вас либо нет, и это проблемы жены и так да, либо какие-то более глубокие проблемы, о которых она должна так или иначе высказывать вам своих скандалов. То есть некие такие более глубинные, более общие претензии к вам. Вот. Думал, все наладилось. Ну, это определенная Алексей ваша наивность, потому что не могло, к сожалению, наладиться то, кто где непонятна проблема. Не ясна, первопричина проблемы. Значит, ну, 8 марта, перед 8 марта подарил цветы, но в этот же день устроил очередной скандал, орала на весь подъезд было сочным. Почему она по поводу живот скандал был, какие требования у нее к маме были, не очень понятно. Глава из квартиры, квартиру. У меня есть доля в этой квартире. Интересно, что вы говорите о том, что у вас есть доля в этой квартире, то есть опять же Алексей для себя поясните, пожалуйста, с какой целью вы пояснили в скобочках вот это. То есть вы как-то старались обезопасить себя, или вы говорите о том, что она как бы не имеет права гнать вас из квартиры. То есть для чего это написано? Люди вот просто так не пишут, что у них есть доля в квартире какой-либо. Потому что долю на худой конец можно выкупить или там получить с деньгами или что-то еще. Собирая вещи, говорила, уходи, ищи другую. А почему уходить? Почему собирая вещи? Что заставляло ее это делать? Не понятно. Я никак не хотел уходить, хотел сохранить семью. Но, кстати говоря, ради чего? Я об этом вас уже спрашивал, да, ради чего вы хотели сохранить семью. Уговаривал, уговаривал. Но опять же, вы здесь проявляете некую постоянную инициативу. То есть, ваша жена, она как бы знает, что вы будете до последнего стараться все сохранить, до последнего будете стараться помириться, и это как бы отучило ее бояться вас потерять. И это плохо. Потому что она вас потерять определенно не боится. Ну, по крайней мере, по поведению, вы боитесь, а она нет. Вы не хотите терять, она или хочет, или ей все равно. А просто почему? Откуда такое неравенство возникло между вами, я имею в виду? И понимаете ли вы, что она использует вот это неравенство для манипулирования вами, осознанного или нет? 11 марта бросила мои вещи к порогу, сказала, сказала опять Геннад. Я все равно не уходил, думал одумается. На следующий день продолжала выгонять состояние у меня ужасно, не работает ничего, не может в такой обстановке. Учет вещами к магии. Так, ну, вы думали, что она одумается, на следующий день продолжала выгонять. А вот что случилось, что она не успокаивалась, как бы, все понравилось, что случилось, какие у нее были основные претензии, как бы, к чему она ревновала, или к кому, и что стало для вас последней точкой, последней каплей, то, что вы не могли работать, а работать надо было, или определенные слова, или определенная продолжительность, вот этого, вот этого вот скандала, да, подумайте об этом, это тоже очень важно. Такой отношений прошел около двух с половиной месяцев. Сейчас зовет обратно, каждый день звонит пищи старшине, говорит, что на эмоциях проливновала. Любит, хотя сама сейчас поняла, что безосновательно, но она своими истериками, своими скандалами вытравила все чувства к ней. Как раньше отношения к ней точно не будет. Давайте так, вот поясните пожалуйста форму, в которой она вам теперь говорит, чтобы вы к ней возрачно считали. То есть какая это форма, просящая, извиняющая, или приказная, и так далее. Насколько человек прислушивается к вам, знаете, если не прислушивается, если вы чувствуете что она на своей волне, то у нее действительно может быть какое-то расстройство. Если она прислушивается к вам, но как бы не придает значения тому, что вы говорите, это немножко другое. Это означает, что она все-таки именно довольно эгоистична, и не верит, что вы можете от нее уйти. А не верит, что вы можете от нее уйти, именно потому что вы так себе себя поставили с ней. Далее, значит, моряных сил нет на возобновление отношений, но это и понятно после такого. Да и не мальчик сильно по бегучках, а я бегать всегда с вещами издевался как могла. Ну, опять же, я вас понимал, здесь очень хорошо. могу сказать только то, что вам здесь нужно понять, что это не издевательство. Вот как бы в прямом смысле этого слова, а в прямом смысле, это не издевательство, это по сути симптом определенного состояния человек сам скорее всего не осознавал что делать. И воспринимать это всерьез, ну, мягко говоря, не стоит. Да, ваша жена, она выдвигалась все чувства ваших дней, это понятно. Следовательно, это с тем, скорее всего, что вы перестали воспринимать ее такой, какой она была. В любом стране важно понять, а какой она была, и когда начала меняться, и в какой момент вы подчеркивали, что, например, любовь к ней уходит, и как с этим увязывается ваше желание сохранить семью, как с этим увязываются ваши взгляды на будущее, и так далее. Ну, я не хочу возвращаться от вещи с вы, но кто-то мне подсказывает, что это на обиде вы сейчас говорите, потому что вам тоже тяжело было, вам досталось и так далее. С другой стороны, что вы пишете, что в такой атмосфере я празднил два с половиной месяца, и что состояние у меня ужасное, не работать лично ничего не мог. При том, что вы пишете, что вы работаете, не пьете, не курите, вообще правильный, можно говорить о некой вашей зачатости, Алексей, определенной. Может быть, даже чувствительности, может быть, даже в чем-то неуверенности в себе и определенных страхах, которые и породили вашу обиду, когда вы говорите, что не хотите возвращаться. Хотя, и безусловно, вы правильно говорите о том, что вы не мальчик на побегуще. То есть, здесь я предлагаю разобраться с тем, какой была ваша жена, какой вы любили, когда она начала меняться и какой вы видите свою позицию в этих отношениях с ней и с детьми, кстати говоря, тоже. Далее вы пишете, кстати, ранее она тоже была безосновательная ревность, повода я не давал, но она рассказывает на ощущения. Вы пишете, я в шоке от всего этого. опять же, от чего? Если я понял, раньше была безосновательная ревность, мы повода не давали, но вопрос это как-то решали и как-то вместе жили и прожили довольно немаленький срок в пять лет. Соответственно, что-то начало меняться перед Новым годом. Что-то начало меняться. эти изменения возможно стоит проанализировать. Если вы действительно хотите все-таки дыхание с вами семьи. Об этом стоит подумать. И когда вы говорите, что вы в шоке, то во-первых, в шоке от чего именно, от того, что на вас выгнало. И во-вторых, шок это состояние безответственности. То есть вы перекладываете всю ответственность, когда вы в шоке на других. Это не есть хорошо, Алексей. Вам как мужчине нужно оставаться им и говорить своей жене четко про свою позицию. Не стоит говорить сейчас, что вы не собираетесь с ней возвращаться, говорить о том, что нам очень плохо, обидно, больно, неприятно, вы чувствуете себя униженным. И скажите, что у нее есть определенные проблемы психологические. И что ей нужно поработать с психологом, и что вы хотите увидеть, что она действительно работает с психологом, дабы вот такого не повторилось. И что вы ей уже не верите, что такого больше не будет. То есть попросите работать с психологом, потому что вы чувствуете себя униженным и чувствуете себя оскорбленным вычетом и так далее. Это нормально. Скажите ей, что оплатите ей помощь психологическую, обещайте поддержку и прочее. Но скажите, что пока не будете, пока не увидите только на расклад определенных количеств сеансов у психолога. И далее, если психолог не поработает, если вы увидите определенные результаты у нее, вы же будете решать окончательно, будете вы вместе или нет. На день раньше каждый раз при конфликтах всегда я был инициатором примирения. Почему, для чего, зачем? И каждый раз при конфликтах в каком-то недопонимании говорила уйди и ищи другую. Но это такое, знаете, подсознательное неприятие себя и ощущение того, что вы для нее близко нехороший. А все возникают выводы, что она себя не любит, себя не до конца принимает и проецирует это на вас. Это на вас и скозыркалит свое отношение к себе. Как бы. Ну с этим можно работать, но опять же при только ее желании и при понимании того, почему вы всегда шли на примирение и никогда не дожидались того, что она идет на примирение, почему вы воспитывали у нее ощущение безнаказанности того, что она делает. И понимаете ли вы, что это вам вредит, понимаете ли вы, что подобное поведение это определенное зависимое. Да, вы ушли, но вам сейчас плохо. Хоть вы не хотите возвращаться, но вам все равно плохо. Далее, значит, но ведь какие фразы уничтожают семью? Нет, такие фразы говорят о проблемах у человека, как правило, но не уничтожают семью. Вообще, если семью нельзя уничтожить, если есть взаимная любовь, если есть поддержка, есть понимание, никакие фразы семью не уничтожат. и здесь я опять же делаю такой акцент на том, что семья для вас как-то очень много значения имеет. Вопрос в том, почему, в чем, как, что семья вам должна давать по вашему мнению. Пожалуйста, об этом подумайте, потому что складывается ощущение, что вы именно семью воспринимаете. В первую очередь через семью вы воспринимаете уже свою женщину и детей. А это неправильно. Нужно жену воспринимать отдельно, как бы обособленно и нужно детей воспринимать так. Далее. Значит, она очень горда для таких вещей видимо. Для каких вещей она гордая, не очень я понял. Я думаю, здесь что-то не в порядке с нервной системой у нее. Но это опять же вопрос не к психологу. После ухода разговаривали, сказал, что она убила во мне все чувства к ней. Все равно настаивает на моем возвращении. А что говорит, какие аргументы? Как она выражает свои мысли? к чему она апеллирует? Чем апеллирует в попытках возвратить вас? Обещает ли она, что будет другой, или извиняется, или просит прощения, или что? В конце концов, она могла бы приехать к вам и лично извиниться, или она не знает, где вы живете, или так далее. то есть тут тоже не очень понятно. Вытрашивайте, есть ли смысл возвращаться? Ну, вы знаете, говорить о смысле возвращения я бы не стал. то есть возвращаются не тогда, когда есть смысл, а возвращаются тогда, когда есть определенная, скажем так, определенная потребность, определенное желание. если так говорить про смысл, то я боюсь это слишком рационально получается, что он не является правильным. Вот. Значит, вам нужно, оптимально для вас будет встретиться с ней и вот на нейтральной территории встретиться с ней в кафе, в ресторане или где-нибудь еще. в парке и сказать, вот вы в принципе семью создать не против с ней, то есть сохранить. Но то, что произошло, это очень серьезно. И вы хотите, чтобы она прошла курс психотерапии, например, или у психолога поработала. И чтобы вы получили подтверждение того, что она работала с психологом. И вот тогда, когда она поработает, вы с ней еще раз встретитесь и поговорите. И потом попробуете пожить пожить с ней две недели, например, или месяц. И если вас не устроит, если вы не почувствуете, что ваша любовь к ней возвращается, вы разойдетесь. Вот так. отказа, отказ она не примет. Она считает, что вы обижен. Она считает, что вы ей так мстите. И надо сказать, что я подозреваю, что это действительно может быть так. Поэтому здесь нужно не действовать на бралом, а действовать вот так постепенно. выставьте условия, говорите, что ему не сделать, а там и посмотрите, насколько она готова идти на эти условия, для того, чтобы ваше отношение сохранить. И из этого вы уже будете делать вывод. То есть если она вашими отношениями дорожит, то соответственно она будет что-то делать. К психологу придет, сюда придет, к психотерапевту. записаться обследование пройдет и так далее. Ну а если нет, то делать ничего не будет. И изменений вы не увидите. Тогда и разжаться действительно нет смысла. И не зачем тогда себя мучить. А ей даже объяснять ничего не придется совершенно. просто скажите, но ты не выполнил мои условия. А дать шанс семье нужно. Потому что разорвать отношения очень легко. Но вы построили довольно сложно. Плюс детям будет плохо. Дайте шанс. Попробуйте. А там будет видно. Я думаю так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь что помог вам. Если понравился мой ответ. Буду благодарен если сделаете его лучшим. Если остались вопросы пишите в личку я вам помогу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...